Все действия на этом видео-рухленьке выполнены профессионалами. Не советую вам повторять за мной, потому что это может оказаться опасно. У вас может возникнуть аллергия на краску. Хавич, как ваши делишки. Но вы прекрасны. Итак, по сегодняшнему видеоролику. Сегодня я соберусь покрасить свою башку. Обесцветить корни, покрасненькие. Не могу обратно в красненький, я же красненький грибочек. Вот. Я решила показать это вам. Голова у меня не мыта, но пару, ладно, дней пять. У меня достаточно такая суховая кожа головы. Она не так быстро вырабатывает сало, которое мне нужно, чтобы покрасить. Но сейчас она прям шлютненькая. Вот. Перед обесцвечиванием волос мы обязательно убеждаем себя, что волосики у нас жирненькие. И кожа головы у нас жирненькая. Чтобы не получить ожог. Вот. Крашу я стелевской краской. Оксид у меня полутора процентный. Большая бутылка. В ней, наверное, уже меньше половины. И порошочек я покупаю, типа, единичными экземплярами. Потому что так удобней. Вот. Собственно, он скрытый, потому что я недавно красила брови. Это нехорошо. Мы используем нескрытые пакетики. Но мне нужно было красить брови. Поэтому я пока все убру, я кипотела. Вот. Развожу я не по инструкции. Не один к двум. А один к двум с половиной. Что-нибудь такое. Потому что даже полутора процентный оксид очень быстро вымывает пигмент из моих волос. Мне не нужен, типа, супер белая база, чтобы сделать все обландинку. Мне нужна желтовая, средняя база, чтобы покрасить все в красненький. Но другие цвета я не крашусь. Вот. Полутора процентный оксид. Вот. Как-то так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Где, по-моему, в ведро? Кисточка. Кисточка найдена, ведро нет. Сейчас скидываю ведро. Я нашла банку. Она специальная. Так. Нам нужны весы. Посмотреть, сколько у меня осталось порошка. И замешать обесвечивающую смесь. Вот. Заодно покажу, как я крашу затылок. Начинаем усить от затылка. Собственно говоря, весы, баночка. Включаем весы. Вот так сделаю, чтобы было видно. И высыпаем весь порошочек. Порошочек высыпай. Желательно этим, конечно, не дышать. Делать все в проветриваемом помещении. У меня проветриваемое. У меня дверь в ванной открыта. Если что, открою окно. Высыпали порошочек. И вот у нас 26 грамм. Это весь порошочек, да? Весь порошочек. 26 грамм порошочек. Ммм. Ммм. Теперь мы, значит, открываем кубикулятор. 26 умножить на 2 с половинкой. 65 грамм мне нужно вот этого. Отлично. Значит, мы обнуляем. И добавляем вот этого. 65 грамм. Ну, 66 помесла. Ну, бывает, чёрт. Собственно говоря, всё. Всё ставим помесла. И тщательно это перемешиваем. Кисточкой специальной. Она чистая. Вот. Собственно говоря, как-то так. Замечав нашу прекрасную голубую сустанцию, мы начинаем покраски волос. Для этого нам понадобится ещё зеркало, если вы красите один, как я, и резиночка. Вот. Вообще лучше, чтобы вас кто-то другой красил. Ну, не суть важна. Я убираю все волосы. Высокий хвост. На колтушки пофигу, мы не стараемся. Прежде чем убрать все волосы до конца, мы берём с вами прекрасную метельку, или прекрасные волосы. Прекрасивающую, удобнейшую, любимейшую. Есть такой пустый ходолок. Мы этим ультрум уголком вводим самые задние пряди. Всё остальное собираем плотный хвост. Собираем шишечку, чтобы нам не мешали кофе. Мы увидим с вами, вот они, наши корни. Вот они. Вот. У меня вот здесь зеркало, и у меня будет одно зеркало в руках, которым я буду себе показывать затылок. И красить затылок, собственно говоря, через систему двойного зеркала. Вот так. Я вижу затылок, и вижу зеркало вот это. Зеркало в зеркало спереди. Как-то так. Собственно говоря, мы берём кисти. Он на мне, топик, который мне не жалко спать. Это очень важно. Сначала мы с вами поднимаем волосики. Я просто вот так на резинку зацеплю, чтобы прокрасить прям хорошечко. Хорошейчо. Берём наше зеркало. Подводим затылочку. Берём кисточку. И начинаем маючить. Хорошо промазываем там всё. Так у меня корни длинные, я прям вверх промазываю. И чтобы там всякие волосочки мелкие тоже промазались. Я тут внимательно смотрю. Вот. Прям краски нельзя жалеть, потому что если вы нанесёте мало, у вас обесцветится очень сильно пятнами. Вот. А мы же не хотим быть пикнистами. Мы же хотим быть однородными. Я промазала тщательно затылочек. Распускаем хвостичек. Опять. Распускаем, я сказала. О, распустила. Собственно говоря, что мы делаем. Мы берём и снова промазываем наверх. В порядок. Борвём снова остриё и проводим следующую длинную прядь. И выпускаем её из хвоста. Острили волосы обратно собираем в хвост. Не туго его затягивая. Будем честны, да? Я покрасила затылок. Теперь я распускаю пучочек. Распускаем его обязательно вперёд, чтобы не испачкаться. И расчёсываем волосы. Расчёсываем их по пробору. Или как у нас. Удобнее всего через пробор. Чёрт! 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 Мне потели каждый раз, каждый раз, когда я думала и хватит ты Я думала уже мало, после трассы постараюсь лезть Где ты, когда ты не онлайн? Когда я жду тебя в сети В какие ссылки перейти, чтоб просто оказаться там О чем ты думаешь сейчас? Давай среди берез густых, чей тот любимый твой рассказ В страничку я, в страничку ты Или в гости просто чаю, и сердцом его там закидан Но я снова не отвечаю, и я иду, где-то из огня Да, если бы мы платили, милый, каждый раз, когда взгляд твой дедный Не берешься где-то мимо Каждый раз, когда скишься ты мне Если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе Старая пентворка блещет нам По свой ходу за форком За огнем темном огне трещина Лапочка луна над парком Я песню на пальцы прячь Пахну как мамины духи Ты хочешь меня СНЯТЬ СНЯТЬ Хочу писать стихи СНЯТЬ Пусть сейчас его переморозит Пусть свою тарану не создай Может, есть ещё твой трамвай Может, нет СРАГОЙ ИДИ Там промолв твой седой февраль Он теперь как и ты одет И тебя не жаль, не жаль, не жаль Хоть слово в дыме сигарет Даже в миноре под рояль Даже под грустную скрипку нет Если ты не любил стихи Превратилась в позвонки я Если был наркото и ты Фитоняшка бы стал я Если мне платили каждый раз Каждый раз, когда я думаю о тебе Я бы бомжевала возле страх Я бы стала самой бедной из людей Если мне платили каждый раз Каждый раз, когда я думаю о тебе Я бы бомжевала возле страх Я бы стала самой бедной из людей Если мне платили каждый раз Каждый раз, когда я думаю о тебе Я бы бомжевала возле страх Я бы стала самой бедной из людей Если мне платили каждый раз Каждый раз, когда я думаю о тебе Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok